Здравствуйте! Эфир продолжает программа события в студии Михаил Ермоленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Обсудили проблему работы общественного транспорта. Глава города Елена Лапушкина встретилась с жителями железнодорожного района. Атмосфера праздника на улицах и дорогах города. В Самаре продолжают украшать общественные пространства новогодней иллюминацией. Фанатки на сцене. В свой день рождения театр «Самарская площадь» представил премьеру по пьесе Родиона Белецкого. Четыре победы подряд. Баскетболистки Самары успешно выступают в премьер-лиге. 17-й Всероссийский форум «Педагогическая гавань» собрал на Самарской земле педагогов со всей страны. Участие в очном формате принимают порядка 200 человек из 50 регионов. В онлайн-режиме к форуму подключатся около 30 тысяч учителей и наставников. Организаторами подготовлена насыщенная программа на несколько дней. Сегодня состоялось торжественное открытие форума. Участников поприветствовал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что форум проводится в завершении года педагога и наставника. Особого года для всей России, учрежденного по решению президента страны. Губернатор отдельно подчеркнул, что накануне во время прямой линии президент Владимир Путин не раз обращался к теме образования и роли учителя в обществе. Глава Самары Елена Лапушкина обсудила с жителями железнодорожного района проблемы работы общественного транспорта. Во время встречи, которая прошла совместно с представителями профильного департамента и предприятия-перевозчика, рассказали, какие решения принимаются для улучшения ситуации в транспортной отрасли. Подробности расскажет Ксения Баканова. Железнодорожный район по праву называют входными воротами города. Здесь находится здание железнодорожного вокзала и 13 крупных промышленных предприятий. Доступность этой части Самары стала ключевой темой во время встречи с жителями главы города Елены Лапушкиной. Ранее, во время прямой линии, жалобы на работу автобусов поступали губернатору Дмитрию Азарову. Люди писали, что иногда до дома тяжело добираться, транспорт сходит с рейса. На линии не хватает персонала, а некоторые недобросовестные кондуктора не выдают билеты. Очень щепетильно подходим, но понимаем, что транспорт сейчас действительно входит в топ самых острых проблем для города. Поставили для себя такой приоритет и, конечно, максимально насыщаем, чем можно себе позволить на сегодняшний момент, отрасль транспорта. Среди объективных причин, по которым отмечается недовыпуск автобусов, нехватка кадров. Дефицит основного персонала на предприятиях достигает 30-40%. Также существует проблема износа подвижного состава. Связано это с социально ориентированными тарифами на продажу билетов. По льготе для пенсионеров стоимость одной поездки составляет всего 3 рубля по проездной карте. Этих средств не всегда хватает на техническое содержание машин. Тем не менее, мы не снимаем с себя никаких обязательств. Мы понимаем, что отрасль транспорта точно социальной направленности. Конечно, ищем варианты. Каким вариантом? Наверное, на сегодняшний момент это самый правильный вариант решения проблемы. Это переход на иную оплату работы для транспортных предприятий. Чтобы улучшить ситуацию в городе, планомерно начинают вводить оплату по формату транспортной работы. Это так называемые брутоконтракты. Средства на счет предприятия начнут поступать за конкретное количество рейсов. В случае несоблюдения договорных обязательств будут применяться серьезные штрафные санкции. Новая система уже начинает потихоньку внедряться. На нее перешли маршруты автобусов номер 3 и номер 13. Заметны первые результаты. На встрече жительница поселка Шмидта рассказала, на работу этих маршрутов теперь жалоб нет. Люди просили меня передать благодарность за четкое расписание и езду. Мы сами придумали расписание для своего автобуса. Департаменты, перевозчики его подкорректировали. Мы сами придумали маршрут автобуса, департаменты, перевозчики подкорректировали. Поэтому все в наших силах нужно просто разговаривать. Елена Лапушкина рассказала, что с 1 января 2024 года еще несколько маршрутов железнодорожного района перейдут на оплату по транспортной работе. Это автобусы номер 39 и 53. Также на встрече обсудили проблему нерегулярного движения автобуса номер 52. Вот сегодня, я говорю, еще раз повторю, мониторила, самый маленький был промежуток между автобусами до 25 минут. Осталось 40-45 и будет выше. Вот сейчас уже час интервал. Мы будем говорить, как берем на карандаш. Особенно там и в тех местах города, где практически нет других альтернатив. У нас количество жалоб по нему увеличивается. Мы вот с перевозчиком принимаем определенные меры. Сейчас комплектуется другой водительский состав на этот маршрут. Мы обещаем, что до 1 месяца, следующего года, работа на этом маршруте наладится в полном объеме, который соответствует реестру. По итогам встречи было решено добавить на маршрут два автобуса. Ксения Баканова, Константин Головин. События. Подходит к концу подготовка города к празднованию Нового года. Закончить планируют к 20 декабря. А пока что муниципальные предприятия «Парки Самары» и «Самара-Горсвет», а также администрации районов продолжают украшать общественные пространства новогодней иллюминацией. Немаловажно создать атмосферу праздника и на дорогах города. Многие из них, ранее обновленные на средства профильного нацпроекта, ведут к скверам, паркам и другим территориям, которые становятся местами для отдыха горожан во время новогодних каникул. Все детали подготовки узнала наша съемочная группа. Как большое дело начинается с малого, так и создание праздничной атмосферы на улицах Самары начинается со сборки небольших конструкций. Один за другим в руках мастера элементы превращаются в постамент, на котором возвышается светодинамический фонтан. Один из таких специалисты собрали на Крымской площади. Устанавливают подобные конструкции во многих общественных пространствах города. А самый большой светодинамический фонтан по традиции засияет у подножия площади Славы. Я думаю, людям нравится, потому что когда устанавливают фонтаны, смотришь, потом вечером люди приходят, смотрят, фотографируются. Влияет на новогоднее настроение. Иначе как без иллюминации. Особое внимание, как и в прошлые годы, уделяют украшению маршрутов, которые ведут к популярным общественным пространствам. Проспект Ленина, ранее обновлен по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», примыкает сразу к двум таким территориям – скверу Фадеева и площади Героев 21-й армии. Бульвар и сквер также продолжают украшать новогодние иллюминации, устанавливают праздничную елку. Улица Флотская, ведущая к скверу Речников, также была отремонтирована на средство профильного нацпроекта. Еще летом здесь уложили новое покрытие на площади в 2100 квадратных метров. Отличное решение для жителей города, кто выберет один из скверов Куйбышевского района в качестве места для отдыха и зимнего досуга. Сквер Речников, также объект, который был реконструирован в рамках комфортной городской среды. Там устанавливается фонтан «Царевна-легушка», световые панели «Снежинка» и многое другое. Крымская площадь, раньше называлась площадью Рицкого, то есть данный участок также оформляется, он также был сделан практически со всеми подходами. В этом году частично доходили, доремонтировали проспект Орла-Марса, примыкающий к данной площади, соединяющую с улицей Владимирской. Обновленный сквер на улице Авроры также готовится встречать жителей города во время новогодних праздников. Сюда можно будет удобно добраться по дороге, которую в прошлом году отремонтировали на средства НАСПроекта, на участке от Аэродромной до Московского шоссе. Улицу Авроры по праву можно назвать туристическим маршрутом. Эта дорога одна из первых встречает гостей по пути в Самару. Отсюда можно добраться сразу в три района города – Железнодорожный, Октябрьский и Советский. На сегодняшний день более 90% всей новогодней иллюминации в городе уже установлено, и ориентировочно к 20 декабря Самара засияет праздничными огнями. Заканчивается и подготовка ледовых площадок в парках. Все катки залиты, и в скором времени жители и гости вновь смогут встать на коньки. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. В Самаре сформировали и отправили в расположение 2-й общевойсковой гвардейской армии гуманитарный конвой. Он стал 22-м в рамках проекта «Своих не бросаем». Необходимые вещи для солдат собирали самарские предприятия при поддержке региональной общественной палаты и Федерации профсоюзов области. Подробнее в нашем сюжете. Самарские предприятия продолжают активно включаться в работу по сбору гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Координируют все организационные процессы подправки конвоя в зону СВО, региональная общественная палата и Федерация профсоюзов области, чтобы каждая посылка не потерялась и дошла до адресатов в зоне боевых действий. Для того, чтобы наши ребята на передовой почувствовали тепло своего дома, вспомнили о том, что их любят, ждут, ждут с победой, безусловно, и победа будет за нами. Этот гуманитарный конвой стал 22-м в рамках акции общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем». В этот раз удалось собрать почти 16 тонн груза. Все собрано по заявкам самих военнослужащих. Особенно приятно то, что наш подполковник Дмитрий Холин нам прислал заявку на теплые химические вкладыши в варежки и в обувь. И, соответственно, сейчас в полном объеме мы это отправляем. Я думаю, что нашим ребятам кусочек не просто самарского тепла мы передадим, но и, конечно, сердечности. И мы постарались, конечно, учесть и все пожелания. Каждый конвой дополняется не только полезными, но и приятными посылками. В этот раз в преддверии новогодних праздников бойцам для поддержания боевого духа передают и подарки. «Я знаю, как ребята ждут, особенно перед Новым годом, наш теплый самарский привет. И хочется поблагодарить всех жителей, которые собирают гуманитарную помощь. На самом деле это очень ценно и важно». Важной частью поддержки являются и новости из дома. В регионе продолжают заботиться о каждой семье военнослужащих, чтобы бойцы знали, что их родственники в надежных руках, и они могли сосредоточиться на выполнении боевых задач. «Еще раз подчеркиваю значимость участия каждого жителя губерния в такой значимой работе. И от этого только та забота, которая сегодня уже и так сформирована на территории региона, становится больше, сердечней и, конечно же, качественной». Логистику и сопровождение гуманитарного конвоя из Самары до расположения 2-й общевойсковой гвардейской армии и к подразделениям Самарского батальона будут осуществлять военные при содействии фонда «Звезда Элира» и Самарского областного комитета воинов Отечества. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События. Центробанк повысил ключевую ставку до 16% годовых. Основным аргументом принятого решения по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике Эльвира Набиулина назвала инфляцию. Текущие темпы роста цен остаются высокими. По словам главы Центробанка, финансовый регулятор будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуть инфляцию к цели в конце следующего года. Серию повышения ключевой ставки Центральный банк начал с лета 2023-го. Сначала ставка была увеличена до 8,5% годовых. В середине августа регулятор принял решение поднять ставку сразу до 12%. Уже 15 сентября показатель вырос до 13%. Ключевая ставка Центробанка – это процентная ставка, под которую Банк России выдает займы коммерческим банкам. Повышение ключевой ставки является инструментом борьбы с высокой инфляцией и ростом цен. Кредиты становятся дороже, и их реже берут. Люди начинают хранить больше денег на депозитах и меньше тратить на товары. Как следствие, падает покупательский спрос. На это вынуждены реагировать предприниматели, сдерживая цены. В муниципальном театре «Самарская площадь» состоялась премьера спектакля «Фанатки» по пьесе Родиона Белецкого. Он прошел в день 36-летия со дня рождения театра. Из зрительного зала репортаж Светланы Тимофеевой. Ты че надо? Я жду одного человека. Пошла вон отсюда. Он мой. Он наш. На сцене театр «Самарская площадь» премьера спектакля «Фанатки» по пьесе Родиона Белецкого. Мир трех девушек наполнен только музыкой и любовью к одному мужчине – музыканту Юрию Космонавту. Роль главной героини постановки Светлану играет молодая актриса Ксения Дубник. Девушка признается, что в обычной жизни никогда не была ничьей фанаткой, если только в раннем детстве. Такого бешеного фанатизма у меня лично как-то у человека нет. У меня есть какое-то уважение, действительно я признаю, какая большая работа у человека проделана. Но чтобы вот с таким сумасшествием где-то стоять около подъездов, выпрашивать номера, звонить, доставать, такого во мне лично не было. Премьера спектакля «Фанатки» состоялась в день рождения театра «Самарская площадь». 13 декабря ему исполнилось 36 лет. Наш театр родился в 87-м году и практически сразу же начались 90-е. И вот премьера – это 90-е. Это такой ностальжи для взрослых. Но в первую очередь спектакль адресован, конечно же, молодежи и играют у нас молодые актеры. В зрительном зале «Аншлаг». Перед началом спектакля основатель и художественный руководитель театра Евгений Дробышев рассказал о том, как подбирал музыкальное сопровождение постановки. Впервые игру актеров «Самарской площади» сопровождала рок-музыка. Я искал группы, которых никто не знает. И я всех начинал спрашивать. Вы знаете вот эту группу? Нет, не знаю. А вот эту? Нет, не знаю. Ура! Все, беру. Премьерные показы спектакля «Фанатки» в декабре пройдут 14, 15 и 27 числа. Не исключено, что у этой постановки впереди долгая жизнь. Ведь в репертуаре театра «Самарская площадь» есть спектакли, которые играются на сцене. И по 25-30 лет. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События. Хлеба и зрелищ. В музее имени Алабина открылась тематическая выставка «Хлебная лихорадка». Об истории Самары расскажет Елена Чернявская. В Самарском областном историко-краеведческом музее имени Алабина открылась выставка «Хлебная лихорадка». Экспозиция посвящена зерновой индустрии 19 века, которая сделала Самару крупным и богатым городом. Посетители увидят мельницы, элеваторы и амбары в соразмерном человеку масштабе. Здесь совершенно уникальная атмосфера, потому что здесь абсолютно специально построенная для этой выставки архитектура. Это разные зоны, посвященные городской жизни, сельской жизни, связанные с хлебом. И, кстати, выставка наша очень классно пахнет. Здесь пахнет лыком, здесь пахнет свежей доской. И сам запах, он вообще располагает к атмосфере знакомства с темой. Здесь есть, например, мешок-крючник, и такие мешки носил Шаляпин. Он тоже работал в Самаре крючником недолго, но это был в его биографии. Главным героем выставки стал сам хлеб. Посетитель вслед за ним пройдет все стадии превращения и увидит, как хлеб изменил жизнь города и людей. Хлеб – это вообще прекрасная идея, потому что он связывает все. И самарские модерны, и самарские неорусские стены в основном были построены теми самыми муколмолами, хлеботорговцами на хлебные деньги. Самарская пшеница, белотурка славилась, в общем-то, и как в Российской империи, так и во всем мире по Волге она уходила в Балтийское море. Экспозиция раскрывает тему русского Чикаго. Так называли Самару в конце 19 века, когда город был хлебной столицей страны, а Самарская губерния – краем пшеничных полей. Наиля Тагирова – доктор исторических наук. Сегодня на выставку пришла как гость посмотреть и оценить работу коллег. К ней, как эксперту, сотрудники музея обращались за консультацией по подготовке выставки. Конечно, это все очень современно, очень модерного, но это только часть проекта. Ребята подготовили здесь открытки, где по QR-коду можно прочитать о разных объектах хлебной истории нашего города. Поэтому я думаю, что это очень интересный современный проект. И думаю, что он будет интересен разным поколениям самарских жителей. Выставка открыта и будет работать до 19 мая 2024 года. Вход – 150 рублей. Елена Чернявская, Николай Сидоров. События. «Между солнцем и туманами» – выставка с таким названием открылась в Самарском художественном музее. Автор картин – художник Василий Акинин. В своих работах он изображает крестьянский быт, воспевает красоту русской природы и городских улиц. Одно из произведений мастер переделывал несколько раз, чтобы довести до совершенства. Ксения Баканова расскажет подробности. Вечер догорает. Эта картина так мила и дорога сердцу Василия Акинина. По словам художника, над ней пришлось хорошенько поработать. В процессе создания приходилось убирать некоторые детали. Например, табун лошадей. Он слишком оживлял полотно, а автору хотелось изобразить одиночество. А вот кое-что на картине пришлось, как говорится, довести до ума. И, в конце концов, я буквально перед тем, как перед выставкой, ну, наверное, за месяц я исправил эту луну. Луна была правильная, ну, такого цвета яичницы, как она должна быть. Но она не сочеталась. Потом до меня дошло, что нужно вот эту розовость на нее нанести. На выставке «Между солнцем и туманами» представили 70 работ. Это лирические и эпические пейзажи, воспевающие крестьянский быт, красоту русской природы и городских улиц. Вы видите, что у него совершенно уникальная палитра. Василий Иванович ни с кем нельзя перепутать. И всегда на каждой работе есть жизнь. Казалось бы, просто пейзаж, но вы обязательно увидите маленькую уточку или чайку. Вы видите город, обязательно какая-то фигура, которая в диалоге с другой фигурой. Это художник атмосферный, певец города, певец природы, певец самых настоящих и искренних чувств. Поездки в родную деревню, памятники архитектуры и хорошая литература. На создание работ Василия Акинина вдохновляет буквально все. А то, что особенно впечатлило, художник запоминает и пытается отразить в своих работах. Не всегда есть вдохновение, однако это не помеха для творческого процесса. Главное – взять в руки кисти, краски и начать творить. Из всех картин, представленных здесь, только вот «Иверская обитель» – это реальный пейзаж Самары. И вот на примере этой картины можно увидеть, насколько точным является у художника глазомер, чувство пропорции, чувство цвета. Какое-то настоящее тепло, тепло прошлых времен. Для меня 50-х, 60-х годов, которые я очень люблю и в эстетике, и в какой-то душевности особенно. Экспозиция продолжит свою работу до 4 февраля следующего года. Ксения Баканова, Григорий Плешаков, События. Паблик телеканала «Самара ГИС» ВКонтакте в очередной раз возглавил топ среди сообществ российских телекомпаний. По итогам ноября мы вошли в тройку лидеров по вовлеченности подписчиков ВКонтакте по версии Нью-Медиа, заняв первое место в федеральном рейтинге. Среди 67 телеканалов городов-миллионников с аудиторией 5000 подписчиков «Самара ГИС» стал лучшим. Вовлеченность – это показатель, который отражает активность аудитории в сообществе социальной сети. Учитывается количество лайков, комментариев и переходов по ссылкам в постах. Наши пользователи одними из первых узнают обо всех новостях, которыми живет «Самара». Еще одно преимущество для наших подписчиков ВКонтакте – здесь можно оставить жалобу, и она практически моментально уйдет в профильные городские службы. Баскетболистки «Самары» и волейболисты «Новы» добились серии побед в своих чемпионатах, благодаря чему смогли улучшить свои позиции в турнирных таблицах. Об этих и других новостях в нашей спортивной рубрике. Баскетболистки «Самары» одержали четвертую победу подряд в российской премьер-лиге. Накануне девушки на выезде в Оренбурге обыграли местную надежду. Уже с первых минут гости завладели инициативой и удерживали лидерство на протяжении всей первой половины. После перерыва хозяйки вернулись в игру и почти до финального свистка вели в счете. Но в концовке лучше сыграли самарские игроки. 72-68 – победа «Самары». Мужская и женская команды «Самары» по баскетболу 3х3 сыграли в Архангельске. Девушки на тандеме чемпионата России. Парни – в суперкубке страны. Мужчины сыграли лишь один матч. В полуфинале они уступили пермскому «Бионордпро» 13-21. А вот женщины сыграли 4 игры. В трех из них они победили клубы из Казани, Москвы и Екатеринбурга. А вот еще одному московскому коллективу проиграли в овертайме. И не смогли выйти в главный финал тандема. Волейболисты «Ново» одержали вторую победу подряд в Суперлиге. На домашнем паркете новокуйбышевцы переиграли «Енисей» из Красноярска. На протяжении всего матча на площадке была равная борьба. Поэтому в каждой партии все решалось на последних розыгрышах. Сначала соперники взяли по одному сету, а затем в решающие моменты лучше действовали хозяева. 25-21, 19-25, 25-20, 25-22 и 3-1 по партиям. Победа новой. В спортивном комплексе «Орбита» прошел чемпионат Самарской области по плаванию среди лиц с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования были посвящены Дню Героев Отечества. В турнире принял участие ветеран специальной военной операции Юрий Лобанов. По итогам турнира он завоевал две бронзовые награды. Министерство спорта России запустило онлайн-запись на самое масштабное зимнее спортивное событие – всероссийскую массовую лыжную гонку «Лыжня России». Праздник состоится 10 февраля 2024 года. Зарегистрироваться можно на портале госуслуги. «Лыжня России» проводится в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография», задачей которого является увеличение количества людей, занимающихся физической культурой и спортом. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Ближайшая поставка вакцины для профилактики кори, красной, хипаратита в объеме 344 тысячи доз запланирована на 22 декабря, сообщает телеграм-канале Департамента опеки. Вакцины будут незамедлительно направлены поставщиком в регионы. Следующая партия – 185,5 тысяч доз запланирована на 19 января 2024 года. В целом поставки по госконтракту 2023 года в объеме еще более 2 миллионов доз будут завершены до апреля включительно. Быть особенно внимательными к газовому оборудованию и его безопасному использованию рекомендуют в телеграм-канале Железнодорожного района. Доверять техническое обслуживание необходимо только сертифицированным специалистам. Напомним, с 1 сентября 2023 года по федеральному закону проводить техобслуживание газовых плит, котлов, водонагревателей и прочего газового оборудования вправе только представители газораспределительных компаний, в ведении которых находится ваш дом. Коток с натуральным самарским льдом запускается сегодня в тестовом режиме на набережной. Информируют в телеграм-канале Октябрьского района. Опробовать лед фигуристы могли уже с 15.00. Официальное открытие ледовой площадки состоится 16 декабря. Кировский район Самары готовится к новогодним и рождественским праздникам. Телеграм-канале района рассказывает, что традиционно елочные комплексы ставятся в местах притяжения жителей. Сегодня рабочие завершили установку елки у ДК «Металлург» на площади Мочилова. Красавица уже подключена и радует жителей. Еще один елочный комплекс поставили у ДК поселка Зубчининовка-Луч. Подключить его планируют на следующей неделе. На этом выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за актуальной повесткой на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассниках. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!